Привет всем! Вы на канале Climate Change. Последние новости о климате и катаклизмах на нашей планете. Итак, выпуск за 2 января. Рекордная система низкого давления, сосредоточенная над Алиутским архипелагом в Западной Аляске, переносит самую холодную воздушную массу на планете. Эта система вызвала рекордно низкие температуры в северных частях Японии в конце 2020 года. В городе Хараканай префектура Хоккайдо похолодала до минус 32,6 градуса. Эта система также принесла огромное количество снега в Японию, порадовав лыжников. Курорт Сукаю-Ансен, расположенный в городе Аамори, считается самым снежным населенным местом на Земле. Здесь в среднем ежегодно выпадает около 17,6 метра снега. Главной причиной снегопада в этой местности является холодный воздух из Сибири, который проходит над Японским морем и сталкивается с горными массивами Японии, содержащими 22 пика высотой более 3000 метров. Сочетание топографических и атмосферных условий привело к тому, что в городе Минаками префектуры Гума за 72 часа выпало более 200 сантиметров снега, а общее количество снега за сезон превысило 30 метров. В некоторых горных районах префектуры Ниагата и в регионе Тахоку накопилось в два с лишним раза больше снега, чем в обычные годы. По состоянию на 11 часов утра субботы в деревне Окура в префектуре Ямагата глубина снега местами достигала 2,52 метра, а в городе Цунан в Ниагате 2,09 метра. Прогнозируется, что в северных и центральных частях Японии может выпасть 300-400 сантиметров снега в течение первой недели 2021 года. Система, которая принесла сильный снегопад и экстремальные холода в Японию, постепенно ослабевает, но в середине недели в Японском море сформируется новая система низкого давления, которая продержится до середины января, вызывая новую волну холода и осадков. В Беринговом море, разделяющем Аляску и Россию, бурлит один из самых сильных штормов, которые когда-либо бывали в северной части Тихого океана. Его сопровождают ураганный ветер и 18-метровые волны. В центре шторма зафиксировали потенциально рекордно низкое барометрическое давление для Берингового моря в 921 милибар. А чем ниже давление, тем сильнее буря. Об этом сообщил 24 канал. По данным метеорологов Национальной службы погоды США, скорость ветра на западе Алиутских островов достигает 160 км в час. Кроме того, здесь зафиксировали 18-метровые волны. Заметим, что шторм бушует далеко от населенных пунктов и не оказывает значительного влияния на людей, кроме тех, которые находятся на морских судах и в самолетах. Прежде всего говорится о коммерческом судоходстве и рыболовстве. Дело в том, что северную часть Тихого океана используют грузовые суда, которые ходят между Азией и Северной Америкой. Район также важен для промышленного рыболовства. А сейчас поговорим немного о последствиях празднования Нового года. В Риме сотни птиц погибли в результате новогодних фейерверков. Скворцы падали на улицы, тротуары и террасы жилых домов. Как пишет Европейская Правда, об этом сообщает Корьере де ла Сера со ссылкой на многочисленные фото и видеосвидетельства из соцсетей. Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые падали прямо посреди улиц в разных частях города. Особенно много таких было около станции Термини, центральной улицы Виа Национале и холме Эсквелин. На Виа Кавур полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают, пишет один из пользователей Твиттер. Люди пишут, что видели буквально дождь из мертвых птиц после начала полуночной канонады из фейерверков и петард. Испуганные птицы пытались улететь от громких взрывов. Утилизация праздничных елок после Нового года является огромной проблемой для экологии Украины. Об этом в эфире телеканала 24 рассказала председатель всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка. Путь утилизации проходят не все купленные елки. В большей степени значительная часть елок попадает на свалки. В Киеве в прошлом году было 14 тысяч утилизировано, а продано более 500 тысяч елок. Деревья на свалках просто загрязняют окружающую среду, затем их несанкционированно сжигают. Это страшная проблема для Украины, рассказала эколог. Те елки, которые попадают на пункты, измельчаются и используются. Это очень важная процедура. Щепки от елок хранятся очень долго. Ими покрывают лунки деревьев в городе, страдающих от выбросов автотранспорта. Это в значительной степени защищает растения, предохраняет от высыхания, удерживает влагу, объяснила она. Однако, по словам Кимочка, такой системы в масштабах всей Украины не существует. Волна сильного холода охватила Дели в первый день нового года, когда температура понизилась до 1,1 градуса Цельсия. Это стало самым низким показателем за 15 лет. 8 января 2006 года в городе было зафиксировано плюс 0,2 градуса. Рекорд за все время наблюдений был зафиксирован в январе 1935 года и составил минус 0,6 градуса. Метеорологическое управление Индии заявило, что очень плотный туман местами снизил видимость до 0 метров, что повлияло на движение транспорта. Самый густой туман наблюдался в Савдарджунге и Паламе утром 1 января. Очень плотный туман – это когда видимость составляет от 0 до 50 метров. В случае густого тумана видимость снижается даже до 200 метров. Метеорологи сообщили, что температура начнет повышаться под влиянием интенсивного западного возмущения, который затронет северо-западные части Индии со 2 по 6 января. Западное возмущение приведет к умеренному снегопаду в западном районе Гималайи. Метеорологическое управление Индии объявляет о волне холода, если минимальная температура опускается до плюс 4 градусов. Сильная холодная волна – это когда минимум составляет плюс 2 градуса и ниже. Самый живописный остров планеты оказался под угрозой из-за электромобилей. Индонезия и подразделения Южнокорейской LG Group подписали меморандум о взаимопонимании, который включает соглашение об инвестициях в аккумуляторные батареи для электромобилей на сумму 9,8 миллиарда, сообщает Reuters. Председатель Координационного совета Индонезии по инвестициям заявил, что Индонезия стала первой страной в мире, которая объединила всю цепочку производства электрических батарей, от добычи ископаемых до производства литиевых батарей. Мощности должны разместить на островах Малуку и Ява. В рамках проекта запланированы шахты, плавильные заводы, прекурсоры, татоды и предприятия по переработке. Представитель LG Energy Solution подтвердил факт подписания меморандума, но не сообщил подробности и сумму сделки. Многие туристы называют остров Ява лучшим островом на Земле. Причинами такого выбора туристы называют наличие великолепных водопадов, вулканов, заповедников и пляжей с белым песком. Гости Ява также в восторге от древних храмов, по душе им замечательный сервис в отелях. Производство аккумуляторов наносит значительный вред окружающей среде, так что самый живописный уголок планеты оказался под угрозой экологической катастрофы. Ну что ж, дорогие, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск и вы смогли узнать для себя много полезного. Желаю всем позитива. С вами был канал Climate Change. Субтитры сделал DimaTorzok